Общая характеристика людей – рожденных в июне. Рожденные в июне отличаются чрезмерной ранимостью и мнительностью. Действуют осмотрительно и предпочитают перестраховываться их доброта и сострадательность не знают границ. Для рожденных в июне важно достигать взаимопонимания терпеливой мирным путем. Принцип добра с кулаками для них чушь от них всегда можно услышать доброе слово, рассчитывать на поддержку. У рожденных в июне много хороших знакомых и друзей, с ними легко общаться и обращаться за советами, они умные и разносторонне развитые. Обладают практической сметливостью и предприимчивостью, рожденные в июне часто увлекаются и влюбляются. Но страсть их непродолжительна. Иногда их обвиняют в аморальном поведении, стоит учесть и тот факт, что они по отношению к другим достаточно деликатны и не навязывают. Открыто свое мнение воспринимают в штыки, напутствие окружающих и попытки учить жизни рожденной в июне находятся под управлением. Планеты Меркурий, какие черты характера у детей июня. Июньские дети избегают конфликтных ситуаций и предпочитают во время острых моментов отсидеться в сторонке. Часто такая их манера поведения воспринимается в коллективе как трусость или малодушие июнь, какой знак зодиака и его характеристика для мужчин. С 1 по 21 июня на свет появляются мужчины-близнецы. С 22 по 30 июня мужчины-раки рядом с женщинами, эти мужчины они становятся безвольны и слабохарактерны. Это часто становится причиной обретения счастья за рамками брачных уз. Но такая ситуация совершенно не мешает им ощущать себя любимыми июньские мужчины непредсказуемы и непосредственно. Их интеллиг достаточно сильно развит. Планета Меркурий, которая оказывает на них воздействие, прибавляет им сил, храбрости, наделяет гуманностью мужчины-рожденные. В июне организовывают свою жизнь в соответствии со своими интересами. Иногда для них это бывает очень сложно, ведь их натуре свойственно непостоянство. Преувеличивая в мелочах, они готовы браться одновременно за множество дел. Окружающие воспринимают их непостоянство как взбалмошность и мелочность там, где у них в чем-то начинается взлет обязательно. В другом произойдет падение. Они легко становятся богатыми и также легко теряют все, что приобрели успех, а добиваются в том случае, если не пускают ситуацию. На самотек и проявляют силу и настойчивость в достижении цели мужчинам, рожденным в июне, свойственно схватывать все с первого раза. Они подвержены частым сменам настроения, отчего складывается впечатление, что они ведут два разных образа жизни и могут обманывать близких. Быстро утомляются, однако предпочитают занимать активную жизненную позицию и не сидят на месте. Жизнерадостные и полные энергии – лучшая профессия для мужчин, рожденных в июне. Рожденным в июне мужчинам больше подходят. Такие работы, где есть частая смена деятельности. Им нравится работа менеджера, телерепортера, брокера, археолога, предпринимателя и даже бухгалтера. Прекрасно чувствуют себя в роли артиста и путешественника. Они способны писать отличные доклады, художественные произведения, пьесы. Богатая фантазия позволяет им создавать невероятные научно-фантастические романы. Они никогда не ведут записи в дневниках и стараются избегать написания писем «Любовь мужчин, рожденных в июне» Любить рожденного в июне мужчину трудно. Понадобится много терпения. Необходимо вовремя перестраиваться под его изменчивый характер, сохраняя загадочность и удивляя каждый вечер можно покорить его сердце. Они отрицательно относятся к истерикам, упрекам и допросам. Мужчину, рожденного в июне, необходимо любить таким, какой он есть. Рожденный в июне мужчина нередко имеет в своей биографии две женитьбы. И только поздний брак обычно приносит им ощущение теплоты семейного очага. Для второй половинки они готовы на многое, любят и во всем помогает рожденный в июне мужчина романтичный. Представляет себе различные несуществующие образы и летает в облаках. Спутнице такого мужчины сложно выдержать такие странности супруга. Не каждая и соглашается становиться ему рачительной мамочкой, вместо того, чтобы блистать в роли любовницы, обнимая любимую женщину. Он склонен представлять в своих объятиях прекрасное мифическое создание, что нередко вызывает негодование у партнершей жаркие. Страстные любовные сцены не свойственны ему. Будучи совершенно неприхотливым, он удовлетворяется простыми ласками, а сразу после секса отворачивается к стене и сладко спит. Его не заботит вопрос получения удовольствия, его партнерша считает важным теплую дружбу и единение душ, а в сексуальном удовольствии. Не усматривай духовного смысла, но если все такие женщине удалось покорить рожденного в июне мужчину, то он станет хорошим семьянином. Будет постоянным и верным ее спутником мужчина июня может стать верным мужем, а не мягкий и дружелюбный по натуре. Занятие домашними делами доставляет им удовольствие. Могут готовить всякие вкусности, хлебосольно встречают гостей. Главное мерило ценностей для таких мужчин крепкая дружба и взаимопонимание, а вот исполинская слада страсти не их конек. Июнь – какой знак зодиака и его характеристика для женщин. С 1 по 21 июня на свет появляются женщины-близнецы. С 22 июня – 30 июня женщины-раки с июньскими женщинами не заскучаешь, они совершенно непредсказуемы и неизвестно, как они поступят в следующий момент. Это женщины-фейерверки и праздники, программа которых может существенно отличаться от запланированной. Вполне вероятно, что произойдет что-то из объявленного ранее, хоть более вероятно, что случится невообразимое. Главным мотиватором для июньской женщины является ее партнер. Она может быть веселой и учтивой, а может превращаться в холодную и неприступную или становиться совершенно равнодушной. Она настолько наделена арсистизмом, что выяснить ее истинные чувства порой нелегко. Она настолько загадочна, насколько естественно личностные характеристики июньских женщин июньские женщины ревностно оберегают свою свободу. Грубо управлять ими невозможно. Однако на ласку и теплые отношения отвечают податливость и привязанностью. Неравнодушны даже к откровенной лесте, в качестве подруги они не идеальны, поскольку им необходимо доминировать и самим определять правила отношений. Если правила не совпадают, то и дружбе приходит конец. Будучи радушными хозяйками, июньские женщины готовы часто принимать гостей. Но не считают зазорным после их ухода посплетничать с кем-то и обсудить поведение знакомых. Делают они это без злобы, которая находится у них в зародышевой стадии. Но если женщина услышит грубые слова в свой адрес, то не забудет этого. А выяснять отношения с июньской женщиной, значит надолго испортить себе настроение. Июньские женщины стремятся во всем быть первыми. Того же, кто в честной борьбе завоюет майку лидера, июньская женщина не оставит без саркастической фразы 21 июня, знак зодиака, близнец или рак. С 1 по 21 июня появляются на свет умные и дружелюбные близнецы. Но, рожденные именно 21 июня в ограниченном знаке, они имеют характеристики близнецов и уже частично рака. Это творческие люди, с широкими взглядами на жизнь. Их интересует знание обо всем. Много времени проводят в изучении мировых проблем. Очень часто опережают свое время изучая новые теории и идеи, для них важна собственная репутация, потому они не стремятся покорить. Собеседниками своими манерами они поступают открыто по отношению к другим и всегда откровенны. У них доброе сердце, близнецы отличаются чувствительностью и оригинальностью. Их интуиция часто помогает им решать свои проблемы. Близнецам свойственно стремление сохранять независимость, однако это не мешает им заводить семью и любить свой дом, стремясь к согласию миру в семье, они порой перестают замечать, как начинают увязать в рутине. Они готовы многое стерпеть и с трудом говорят, нет, видео, гороскоп совместимости, близнецы, призвание и успех людей, рожденных 21 июня. Рожденные 21 июня ощущают потребность творчески выражать пережитые эмоции и возникшие идеи. Богатое воображение позволяет им посвящать себя творческим профессиям, это прирожденные гуманисты, которые прекрасно справляются с работой советника или социального работника могут податься в сферу образования и достигать в своей деятельности успехов. Они наделены организаторскими и управленческими способностями, потому могут посвятить себя миру коммерции и постоянное стремление. К саморазвитию поможет рожденным 21 июня в юриспруденции, философии, религии и политики 22 июня, какой знак зодиака, близнец или рак. Люди, рожденные с 22 по 30 июня находятся под покровительством созвездия рак. Но, рожденные именно 22 июня в пограничном знаке, они имеют характеристики рака и еще частично близнецов. Источник их творческой энергии не иссякаем. Они способны увидеть нечто необычное в самых обыденных вещах – это решительные люди, которым свойственно не жалеть ни сил, ни времени. На достижение поставленных целей их благородство вызывает у окружающих уважение. Они необыкновенно харизматичны. Людей привлекает в них необычайная притягательность рожденной и 22 июня трудолюбивы. Но если прилагаемые усилия тщетны, они готовы пустить в ход природное обаяние и если внешне родившиеся 22 июня сохраняют спокойствие. То внутри у них могут кипеть безудержные эмоции и к происходящему вокруг чувствительны. Романтики и оптимисты, которые способны ежедневно наполнять атмосферу праздником и весельем, у них интересная и наполненная различными приятными событиями жизнь. А дух авантюризма влечет их к таким увлечениям, которые связаны с выбросом адреналина. Влюбившись, они способны потерять голову. Если они обожают своего партнера, то могут совершать рискованные поступки, это ответственные и хозяйственные супруги. Они готовы заботиться обо всех членах своей семьи. В семье рожденных 22 июня царит любовь и взаимопонимание, призвание и успех рожденных 22 июня, честолюбие рожденных. 22 июня может привести их в бизнес. Благодаря организаторским и управленческим талантам в этой сфере они быстро достигают успеха. Они могут быть успешными торговцами, банкирами или посвятить себя продаже недвижимости, у них очень развито чувство прекрасного. Потому творческие профессии – это та площадка, которая позволит им полностью раскрыть свой потенциал, они прекрасно ладят с людьми. И в профессиях, где необходимы публичные выступления, тоже достигают успехов. Сфера образования, здравоохранения, юриспруденция могут посвятить себя целительству, благодаря врожденному чувству сострадания.